И уже в следующем видеоролике я покажу вам весь процесс тюнинга автомобиля по полной. Вы меня просили в комментариях. Я покажу вам, как я затюню Mercedes The Stage 3 тюнинга. Поставлю на него, соответственно, рамки на номера. Поставлю на него RGB подсветку. Мы с вами покатаемся. Оценим аудиосистему. Какие треки можно загружать, какие нет. И так далее. Надеюсь, вам понравятся данные два видеоролика, которые выйдут на этой неделе. А с вами я, отличник лайк. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайк. И, соответственно... Готовьте что-нибудь вкусненькое. Мы с вами начинаем. Хочу сейчас показать вам свой новый Mercedes. Это V223. Ну, похож, в принципе, на новый Майпах. Ну, в чем-то. Потому что, как видите, обустройство салона и так далее. Вот эти все вещи внутренние. И сейчас я вам покажу через прайс. То есть, что у меня есть. У меня есть брендовая рамка на номера. Номера на TS. Третий чип-тюнинг. Неон-градиент. Нитро. Ну и, соответственно, аудиосистема. Где-то у меня должна заваляться. Но ее, к сожалению, нет. Скорее всего, она уже стоит в автомобиле. Сейчас мы это, кстати, и проверим. Так вот, аудиосистемы, к сожалению, нет. Но мы при этом поставим сейчас третий чип-тюнинг. Все, мы вкатили третий чип-тюнинг. Как мы видим, он у нас появился вон там, где на панельке приборов. Дальше мы ставим неон-градиент. Неон-градиент тоже мы поставили. Вот, как мы видим, неончик появился. Затем мы ставим с вами нитро. Ну, как без нитра? Нитро это обязательно. Затем номера на транспортное средство. Номера мы поставим с вами самые, что ни на есть, простые. Так, ну мы сделали номера, короче, я ничего лучше не придумал. Сделать номера SMN. Три шестерки, примерно как у Crazy Mega Hell'а, то есть на Майбахе. По-моему, они у него такие и есть. И сейчас мы посмотрим, что будет по рамке. Значит, BMW Power, белая, мамкин гонщик. Ну и тут всего пять. Я даже не знаю, что сделать. Наверное, сделаем с вами Смотра.ру. Ночь, наш день. Вот так. Вот так уже достойно вполне выглядит. Осталось только ее затонировать, полностью затюнинговать. И все будет, в принципе, четко. Ну, насчет тюнинга, как мы знаем. Во-первых, я буду делать тонировку. Как бы это очевидная вещь. Задние катаем, значит, глобал тонировкой на 5%. Потому что, ну, негоже ездить в Майбахе с незатонированными стеклами. Катаем также передние. Обязательно, потому что без них никуда вообще абсолютно не деться. И скатаемся с вами еще на нелегальный тюнинг. Там все сделаем. Ну, диски оставляем дефолтные, стоковые, я думаю. Насчет фар. Насчет фар, кстати, не знаю. Наверное, фары можно было бы и сделать вот такие. Фары однозначно делаем такие. Клиренс и все остальное. Это, конечно, меня мало интересует вообще. Но я бы на самом-то деле еще бы что-нибудь посмотрел. Например, вот чип тюнинг. Чип тюнинг есть. Сигнализация. Сделаем. Антирадар. Тоже обязательный. Топливный бак. Не, ну топливный бак на самом деле не будем, наверное. Потому что топливо топливом. Но это дорого слишком. Вот. Что еще, что еще. Ну, в принципе, все. Я бы еще покрасил, конечно, внутри немножечко. Вот салон я бы изменил. Я бы сделал каким-то таким шоколадным цветом. Либо белым прям. Что-нибудь такое, как бы. Цвет кожи, знаете? Кожа, вот как она. Каким цветом кожа у нас, ребят? Или хотя пофигу на этот салон. Так оставим. Все, поедем со мной. Нелегальный сейчас тюнинг. Посмотрим, что там можно сделать. Давайте лучше посмотрим, что у нас по разгону с третьим стейджем. Потому что я в любом случае могу замерить без стейджа автомобиль. Но без стейджа он прямо грустно едет. Давайте выжмем из него все соки. Посмотрим, как он вообще наваливает. Сейчас разобьем максимальную скорость и глянем, что там. Ну, 280, друзья. 280 это неплохо. Я думал, что он максимум там прибавит, ну, километров 20-30. Но он прибавил где-то с высока. То есть где-то 40. Вот сейчас мы можем, в принципе, даже и затестить. Прямо сейчас. Я просто заспамни себе тоже V223, но дефолтный. И посмотрим, сколько он в стоке разгоняется. Ну, вот в стоке он, по-моему, прям грустно как-то разгонялся. Сейчас, кстати, и сравним, сколько добавилось после стейджа третьего тюнинга. Вот видите, он уже медленно едет. Там еще с учетом того, что нитро стоит и так далее. Ну да, видите, 216. То есть сами можете посчитать, что разница весомая. То есть 80 минус 16, это будет 4 до туда. Это 64 километра разница, друзья. Ну, блин. Типа 64 километра добавить к скорости автомобиля путем стейджа третьего тюнинга, это весьма недурно, я скажу вам так. Это весьма неплохо, учитывая особенно тот момент, что ни один чип, ни один какой-либо другой легальный тюнинг, который вы можете установить за денежку, такого вам с вашим автомобилем не сделает. Вот, но сейчас мы едем тонироваться полностью, сделаем немножечко красивых подсъемов, и я буду снимать основной видеоролик, который планировал, про фракцию ДПС, потому что я не удержался, то есть я решил заснять первоначально автомобиль свой, а потом уже ДПС, потому что мне хочется еще покататься, похасанить на... Кстати, вот неонову надо. Ох, неон, это вообще песня, шоколадка, сказка моя. Ох. Так, приехал я в нелегальный тюнинг. Миллион... Сколько? Миллион двести стоит затонировать лобовое стекло, да вы что гоните? Ну это все-таки от машины зависит в любом случае. Как бы я все деньги свои потратил, как бы. На этом все, мои полномочия как бы окончены. Но при этом автомобиль теперь выглядит более-менее солидно. Сейчас пару подсъемов с ним, и я думаю все будет вообще четко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok